В этом видео я хочу рассказать про паруса. Дело в том, что я сейчас делаю большой проект на коже на морскую тему. Задний план этого проекта будет тиснение, средняя аппликация, передняя это будет полный 3D. И часть этого 3D или барельефа это паруса. Мне кажется, это одна из самых сложных частей. Почему оно такое сложное? Парус должен быть жестким, он должен держать форму, должен сохранять свою форму, он должен быть тонким, чтобы создавать иллюзию тонкого материала. Он должен быть сделан по размеру. И вот это вот по размеру, это довольно сложно, потому что если вырезать то, что у нас есть на бумаге и положить сверху на кожу, мы не получим тот 3D объект, который совпадет с этим 2D. То есть из 3D сделать 2D намного проще, чем наоборот. Поэтому, да, это мачта. Что я хотел показать. Как я делаю паруса. Во-первых, я сделал колодку. Вот это деревянная колодка. И она обтягивается кожей так же, как это делают обувщики. То есть берутся затяжные клещи, гвозди. Это можно делать обычными плоскогубцами-молотком. Просто здесь удобнее у вас в одном инструменте есть и плоскогубцы, которыми удобно тянуть. Потому что, видите, они вот здесь вот упираются в этой точке. И так же эта часть является молотком. То есть можно забивать гвозди. Значит, мы затянули влажную кожу. Она должна быть пропитана чем-то, чтобы она потом стала жесткая. Я пропитываю ее раствором воды с клеем ПВА. И когда она высыхает, есть несколько моментов. Во-первых, вы видите, цвет ее становится такой серый. Вот это оригинальный цвет кожи. Видите, она более розовая. Когда высыхает кожа с клеем ПВА, она становится более серая. Это не всегда хорошо, если для вашего проекта нужен светлый или естественный цвет кожи, то такое не подходит. Мне это подходит, потому что, видите, паруса. Здесь они очень сильно осветлены. На самом деле они должны быть темнее. Они такого грязно-серо-бежевого цвета. Тем более в море. Будем считать, что они грязные. Они такие белые, как на моделях или на картинках. Поэтому то, что оно стало серое, мне не страшно. Теперь, как вырезать из этого 3D-куса что-то похожее на то, что у нас есть на картинке. Итак, я разметил с припуском, чтобы потом можно было обрезать, чтобы он не оказался слишком маленьким. И обрезаю. У меня сейчас мой любимый нож не заточен. Поэтому я взял обычный кухонный. Он режет нормально. Я вынул гвозди. Обрезал по контуру. И снимаю лишнее. Небольшой секрет насчет этого ножа. Это обычный дешевый китайский кухонный ножик. Единственное, что это керамический нож. И я его немножко подправил на алмазной пасте. Что у нас получилось? Ага, еще что. Вот деревянная колодка. Вначале я ее завернул пищевой пленкой. Это очень помогает, чтобы к колодке ничего не прилипло. И теперь остатки пленки вот здесь вот легко снимаются. Так. Вот у нас получилась такая форма. Ее нужно будет еще подрезать. Но идея понятна. Таким образом получаются вот такие вот довольно жесткие. И мне кажется симпатичные просто. Вот это в принципе все. Продолжение следует...